Продолжение следует... Вы позвольте, господа? Посмотрев фильм «Собачье сердце», невольно поражаешься точности подобранных актеров, как на главные, так и второстепенные роли. Таковым является экипаж члена домкома Вяземской, которая пришла вместе со Швондером к профессору Преображенскому и ввела того в недоумение по поводу своей половой принадлежности. Вы ко мне? Спокойно, товарищ. Мы к вам, профессор, и вот по какому делу. Вы напрасно, господа, ходите без калош. Во-первых, вы простуетесь, а во-вторых, вы наследите меня на коврах? А все ковры у меня персидские. Во-первых, мы не господа. Во-первых, вы мужчина или женщина? Какая разница, товарищ? Я женщина. Эта роль является самой известной работой актрисы Натальи Фоменко, которая за свою жизнь играла как крупких барышень, так и железных женщин. Почти 5000 километров отделяет маленький сибирский поселок Бзагаш, где родилась Наталья Фоменко в 1956 году, и Ленинград, куда она поехала поступать в театральный вуз после школы. Училась Наталья в Ленинградском институте театра музыки и кинематографии. По его окончанию актриса попадает по распределению в родную Сибирь, в Томский городской театр, где проработает 4 года, после чего вернется в северную столицу. Наталья Фоменко – замечательная театральная актриса, и ее главные таланты проявились на сцене. Визитной карточкой Натальи стала роль Варвары в спектакле «Братья и сестры» по книге Федора Абрамова. Также она сыграет в спектаклях «По Тругеневу Муму» и постановке «Бесы по Достоевскому». Большую часть этих ролей Наталья Фоменко сыграет в Ленинградском малом драматическом театре, где покажет себя как талантливая и разноплановая актриса. Главной особенностью актерского таланта Натальи является лицедейство и мастерское перевоплощение. Про таких, говорят, покажет любой характер. Фильмы Фильмография Натальи Фоменко насчитывает 15 картин. Ее дебют состоялся в 1979 году в картине «Семейный круг», где она сыграла подругу главного героя. «Татьяна Михайловна, вы пришли сказать, что вы против нашего брака?» «Да ты молчишь ты или нет?» «Мама, не слушайте вы ее, Татьяна Михайловна. Мама, брось вы, чтоб ну дипломатию. Человеку нужно говорить лицу все, что о нем думаешь. Алена, вы молода, чтобы говорить со мной в таком тоне. Татьяна Михайловна, считайте, что свои цели вы достигли? Спокойно идите домой. Свадьбы не будет». Следующее появление на экране состоялось только через 10 лет. В фильме «Будние праздники Серафимы Глюкиной» ее героиней стала врач скорой помощи Варвара. «Это тот самый наглеец, который сбил меня. Это же Воронков, лучший нападающий!» «Не знаю, какой он нападающий, но мужик он в порядке. Я бы с этим лет...» «Варвара!» «Мей, пардон, пардон, как турок». «Слушай, подруга, мне нужно уехать на три дня. Командировку. Опять к нему?» «Действительно в командировку?» «Ой, Варвара, Варвара, ты же знаешь, чем это кончается». «Нет, это серьезно». Самой известной работой Натальи Фоменко в кино является фильм «Собачье сердце». Далеко не главную роль члена домкома Вяземска и Наталья сыграла так, что зрители увидели в ней железную леди революции. Глядя на Наталью Александровну, видишь и Розу Люксембург, и Клару Цеткин, и Розалю Землячку. В общем, всех мировых революционерок в одном лице. «Если бы сейчас была дискуссия, я доказал бы Петру Александровичу...» «Виноват. Вы сию минуту хотите открыть дискуссию?» «Я понимаю вашу иронию, профессор. Мы сейчас уйдем. Но я, как заведующий культотделом нашего дома...» «Заведующая?» «Заведующая. Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука». «Не, не возьму». Режиссер Бортко долго не мог найти актрису на эту роль. И его ассистенты сбились с ног, пока случайно не увидели Наталью на театральной сцене. Она согласилась на эту роль, условием которой была короткая стрижка под мальчика. А у Фоменко были длинные густые волосы, с которыми она не могла расстаться. Бортко поставил ей условия – или волосы, или роль в картине. К счастью, Наталью выручил гример, который смог подобрать парик и скрыть ее волосы. Интересно, что в фильме «Собачье сердце» Вяземскую озвучила другая актриса. Бортко посчитал голос Фоменко слишком мягким и женственным, неподходящим для революционерки. Кроме классики, Наталью Фоменко можно увидеть в нашумевших российских сериалах, таких как «Улица разбитых фонарей» и «Следствие вели», где ей досталась роль судьи. В фильме «Подругеневому-му» мы видим Наталью в роли дворовой девки. И хотя эти роли эпизодические или второго плана, Наталья всегда следует главной заповеди Станиславского о том, что нет маленьких ролей, а есть маленькие актеры. Наталья Фоменко по-прежнему играет в своем родном театре в Санкт-Петербурге. В 1996 году она стала заслуженной артисткой Российской Федерации. Она остается в прекрасной форме и радует зрителей своим творчеством в театре и кино. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.